Всем привет! Сегодня мы начнем разбирать настройку гитарного плагина, который называется Overloud TH2. Итак, начнем с опции. Выбирайте, если у вас есть внешняя звуковая карта, выбирайте драйвер ASIO. Здесь ваше устройство. Это выход звука, вы можете выбрать один или другой канал и активный вход. То есть вы должны здесь выбрать тот вход, в который в одну-то ваша гитара. Ну, sample rate ставите, я ставлю 48, можно играть 44, можно играть 96, в зависимости от вашей звуковой карты. И здесь ставите буфер, то есть чтобы не было задержки, ну, 2 месяца, секунду, это нормально. Вот, я играю вот с таким буфером. Дальше переходим. Мастер. Это нужно для, то есть у вас активная или пассивная гитара. Если пассивная, ставите high. Если активная, ставите low. Вот, точнее, наоборот, если активная high, то пассивная low. Gate рекомендую поставить, то есть чтобы у вас отрезались шумы где-то вот так. Вот эти настройки можно не трогать. Лучше их не трогать. Здесь можно уровень проверить, уровень сигнала. То есть, ну, уровень, в принципе, видно и так. То есть достаточно его видеть вот здесь. Латни. Ну, и уже переходим к самой настройке. Здесь есть пресеты уже готовые. Нажимаем поиск. Здесь очень много готовых звуков. Буквально, вот видите, да, сколько? Целая тьма. Их очень много и разных, под разные стили. Какие вам нравятся. Все, пока, вообще, сделаю. Тихо, тихо, чуть-чуть. Такое нечто для подрога или, может быть, стоуна. Там стоуна тогда можно сделать вот так. Немножко. Ну, и здесь вот сразу можно с чистого звука начать. То есть, стандартная цепочка гитары, да, эффектов. То есть, идет сама гитара. Потом звук идет. Ну, здесь стоит сразу компрессор на входе. Усилитель. Кабинет. Это сплиттер. Он, ему, ему, ему почти никто не пользуется. Такое частотное разделение идет. Ну, вот. То есть, самая, самая простая цепочка. Дальше. Следующий звук. После компрессора здесь идет дисторшн. То есть, сколько бы у вас ни было педалей, они все будут в начале. Но компрессор ставят в конце. То есть, в зависимости от того, что нужно. Давайте, наверное, с чистого. То есть, здесь можно перебирать пресеты очень долго. Ну, наверное, начнем с чистого звука. Просто вот создадим. Возьмем, например, вообще пустой пресет. Вот, вообще ничего нет. То есть, допустим, мы хотим сделать чистый звук. Ну, пускай будет с дилеем. Потом перегруз. Тоже с дилеем. То есть, сразу можно добавить педали и их потом выключать уже по ходу. Ну, вот, добавим дисторшн. Дилей обычно ставится в конце. Но это не принципиально. То есть, можно в начале. То есть, сейчас покажу прямо самое стандартное. То есть, все педали. Так, дилей. Дальше идет усилитель. Заходим вот сюда. То есть, видите, у нас цепочка, есть разрыв. Мы в этот разрыв вставляем то, что нам нужно. Так, усилитель. Дальше ставим кабинет. Я ставлю IR кабинет, потому что есть такая вещь, как импульсы кабинетов. То есть, записанные импульсы живых кабинетов. И они здесь уже выбираются. И можно даже два кабинета выбрать и между ними уже сделать. То есть, вот, у меня очень много тут разных кабинетов. Допустим, вот этот возьмем. Ну и здесь вот мой локс поставить. Микрофон лучше ставить разное. То есть, если здесь стоит кэп, то тут лучше ставить не кэп, а какой-нибудь другой. Например, вот этот баланс между кабинетами. Хайп-ослово. То есть, убрать верха, низы, фильтры нижних, верхних. Точно спускаем посередине. Вот. Теперь переходим по порядку. Ну и в конце можно еще какой-нибудь компрессор добавить. Рековый, например. Например, вот этот. настройка дисторшина. Дисторшин настраивается под разные стили. Если мы хотим легкий, мы ставим то есть, уровень дисторшина. Это его яркость, верх-верха и общая громкость педали, которая на выход идет. Здесь очень удобно, что можно время сделать на щелкоте. Можно выбрать вручную. Сколько он долгий будет. Стереоэффект. И уровень самого эффекта с громкостью. Допустим, чистый для начала. Настроим звук. То есть, выключаем педаль перегруза. Переходим к нашему усилителю. Вот здесь это усилитель от Everload и здесь есть несколько примеров. Ну, возьмем например вот этот Modern US. Здесь можно два выбрать. То есть, А, Б и между ними опять же комбинировать. Пускай только один будет. И здесь вот мы выбираем. То есть, будет он. Будет ручка драйва у него. То есть, будет уже встроенный перегруз или не будет. Сейчас педаль выключена перегрузом, но перегруз есть, потому что я вот здесь выбрал. А если я в чистый возьму, то это играть роли не будет. Это уже громкость, но какого перегруза тут нет. вообще громкость присутствие высокие средние низкие. Так как у меня гитара достаточно много низов дает, я их чуть-чуть буду прибирать. Средних совсем чуть-чуть добавлю. Буквально немножко. и высоких не буду добавлять. Ручку тона я на гитаре обычно чуть-чуть прибираю у себя. Особенно если перегруз настраиваете, лучше бы ручку тона нужно желательно прибирать. Иначе он будет слишком ядовитый. В принципе, какой бы вы стиль не играли, все равно лучше чуть-чуть прибрать ее. Глей работает. Можно сделать больше эффекта он будет громче или сделать его дольше. Когда начнется уже инди-рол можно сказать. Обычно уровень ставят от 10 то есть громкость эффекта от 10 до 30 но длительность не слишком большая. Дальше переходим. Кабинеты мы уже выбрали. То есть все остальное настраивается уже по слуху. Нравится этот кабинет не нравится. То есть ваше личное предпочтение. Компрессор. Атака. И релиз здесь уже по умолчанию достаточно хорошо все настроено. Опять же можно немножко добавить здесь на выходе. на выходе. Спасибо. 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 Достаточно хороший такой получился клин. Чистенький. Нужен более глубокий, переключаемся на... У меня оба хамбакера, если у вас сингл или самый глубокий звук такой нужен, то берем нет. Если более яркий, то берем бридж. Тон у меня кардинально меняется. Тут можно еще тон на обоих или на неке, можно тон выкручивать, чтобы верхов начинает не хватать. И здесь. Или ставите синглы, например. А то у меня можно сделать синглы. Бах становится похожим на стратус. Такой звук. Такой стеклянный. Теперь можно просто включить педаль и ее можно вот сюда вынести. То есть, например, включение и выключение педали. У вас можно настроить, чтобы было через MIDI. Здесь есть настройка фут-контроллера. Я в другом видео, наверное, покажу. Это отдельная тема. То есть, вы нажимаете на фут-контроллер и у вас включается или выключается ваша педаль. Или, например, можно педаль громкости сделать. То есть, я напомню. Вот. То есть, ее можно назначить, чтобы у вас педаль контроллера переключала вашу громкость здесь. Также range настраивается. То есть, убавить до конца или убавить не до конца. Хорошо. Включаем регруз. Убавляем тон на гитаре и убавляем тон здесь. И чуть потише можно сделать. И драйв поменьше. Уже будет получше. Это дело вкуса. То есть, кому нравится какой перегруз. Но обычно верха немножко подбирают. Ну, это такой легкий получился перегрузик. Можно комбинировать с драйвом кабинета. То есть, так и подогреваем немножко. Слышком угнет середину убираем. Высоких можно добавить. Играет музыка. Играет музыка. Можно выключить дилей. То есть, будет совсем сухой. Или, например, добавить еще. Например, вместо него можно его поставить далеко. Вот, в принципе, основные настройки. Угнет мало. То есть, как делать свой звук. Можно делать еще по-другому. Можно убирать здесь педаль. То есть, убирать перегруз. Ставить чистый. И ставить еще одну педаль. Еще один перегруз. То есть, один перегруз подкрашивает. Одну краску дает. Или фрус педали вообще взять. Другой дает другую. То есть, вот, две разных педали. Есть тоже, например. А, как правило, одна из них чуть-чуть совсем подмешивается. Но другая побольше. Что если обе сильно крутить, то будет. Уже. Хорошо. Достаточно неплохо. Высочный. Вот так. Все. На этом закончим. А, вот основы разобрали. И уже нюансы. Можно какие-то стили, может быть, разберем. Но это не точно. Если кому-то это интересно, может, ты запишу такое видео. Вот приблизительно вот так и настраивается звук. Ориентируйтесь больше на свой слух. То есть, слышите, вам нравится звук. Настраивайте. И старайтесь ориентироваться именно вот, что вы хотите. Вот если вы поймете, что вы хотите. Это называется reference. То есть, пример звука, который вы хотите. Тогда вам будет проще настроить. Потому что там уже можно делать. Спектронализатор, например, ставить. Того звука, который у вас есть. И уже на его основе делать, например, частотный. Ну, как вы по лазеру, например, настраивали. Ну и вообще. То есть, по звукоориентироваться. Когда есть пример гораздо проще, чем если вы не знаете, что вы хотите. Вот так. Ладно. На этом спасибо всем за просмотр и до новых видео.